В Запорожье ищут киллера, который совершил покушение на главу областной армянской общины. Нападение произошло сегодня средь бела дня. Нас полиции отмалчиваются, а интернет уже заполонили разные версии произошедшего. Выясняла детали Елена Медалюк. Главный офис армянской диаспоры находится на бульваре Шевченко. Это почти центр города. По информации представителей общины, киллер сидел в машине напротив здания и поджидал Арташе Сарксяна. Тот, как всегда, утром приехал на работу. Когда вышел из машины вместе с охранником, прозвучал выстрел. Когда они дошли к заднему крылу, они прям вплотную были, прозвучал выстрел. Они не поняли, что произошло. Он упал, он к нему, что с тобой случилось. Он говорит, больно, живот болит. От смерти Сарксяна защитил телохранитель. Закрыл его с собой. В результате сам получил ранение. Пуля прошила ему живот. Мужчина потерял 2 литра крови. Операция продолжалась больше 6 часов. Сейчас он в коме. Пациент в тяжелом состоянии. Он в настоящее время находится в реанимации. За него пока дышит аппарат. Состояние стабильное, тяжелое. Инцидент произошел вчера утром. Но в нацполиции его до сих пор не комментируют. В прокуратуре тоже немногословно. Говорят, на месте происшествия нашли ружье и гильзу. Стрелка не задержали. Какие версии рассматриваются? Тайно. В целом криминальном проведении не сообщалось ни о особе про подозру. И никто еще не затриман за подозрой в действительности этого злочина. На жаль, мы не можем раскрыть все. Но могу запомнить, что рассчитывается весь спектр мотивов в действительности этого злочина. Тем временем в СМИ появилось сообщение о щедром вознаграждении. За информацию о стрелке или заказчике покушения обещают полмиллиона гривен. Елена Медлюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Запорожье.